Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео мы рассмотрим ферментацию какао-бобов. Получение высококачественного шоколада с характерным специфическим ароматом обуславливается протеканием биохимических и химических процессов при ферментации какао-бобов на плантациях и термической обработке на предприятиях. Во время этих процессов преобразуются содержащиеся в сырых какао-бобах вещества и появляются новые соединения, влияющие на вкусовые и ароматические свойства готового шоколада. Это в основном сахара, аминокислоты и флавоноиды. После нагревания этих соединений проявляется ясно выраженный шоколадный запах. Ферментация является первоначальной стадией обработки свежих какао-бобов и производится непосредственно на плантациях на местах сбора урожая. Свежие семена, освобожденные от мякоти, складывают в деревянные ящики земляные ямы или насыпают в кучи и сверху укрывают слоем банановых листьев. В некоторых странах ферментацию какао-бобов проводят в ящиках. Длительность ферментации выбирается в зависимости от сортовых особенностей бобов. Ферментация благородных сортов длится 2-3 дня, потребительских 5-7 дней. За это время прилипшие к бобам остатки мякоти разлагаются. Температура в массе бобов повышается до 45-50 градусов Цельсия. Конечная температура при прочих равных условиях зависит от количества бобов. К концу первых суток, когда температура достигает 32-33 градусов Цельсия, бобы хорошо перемешивают для равномерной ферментации их во всех слоях. Вторично перемешивают их к концу вторых суток, когда температура бобов составляет 37-38 градусов Цельсия. К концу третьих суток ферментации температура достигает 45-50 градусов Цельсия. Различают внешнюю и внутреннюю ферментацию. Под внешней ферментацией понимают химические процессы, происходящие в пульпе под влиянием микроорганизмов. Спиртовое брожение, переходящее в уксусно-кислое брожение. Под внутренней ферментацией понимают сложные, но недостаточно изученные процессы, в результате которых в ходе технологической обработки таких бобов возможно образование вкусовых и ароматических веществ. Внутренняя ферментация, по-видимому, и играет основную роль и определяет вкусовые качества ферментированных какао-бобов. Исследования какао-бобов до и после ферментации показали, что изменения претерпевают ряд органических соединений, содержащихся в них. В начальный период ферментации в пульпе, заполняющей пространство между бобами, в анаэробных условиях происходит спиртовое брожение под действием дрожжей, которые в нее попадают извне. Росту дрожжей способствует высокое содержание сахара в пульпе 10-13 процентов, из них около 2-3 моносахаров. И низкое значение pH 3,6-3,7. В течение последующих 24 часов, вследствие лучшей аэрации массы, спиртовое брожение переходит в уксусно-кислое. В результате протекающих реакций образуются углекислый газ и вода. Все реакции дают экзотермический эффект. Количество тепла особенно возрастает к концу вторых суток, когда начинает преобладать уксусно-кислое брожение. При дальнейшем повышении температуры сверх 40 градусов Цельсия наблюдается уменьшение уксусно-кислого брожения. Одновременно с процессом брожения сахаров пульпы наблюдается разжижение ее в результате действия ферментов на пектиновые вещества. Встекающий из бобов жидкости в процессе ферментации незначительно возрастает количество теобрамина в результате диффузии его из тканей боба в пульпу. А водная часть пульпы, содержащая уксусную кислоту и спирт, переходит частично в семядоли и увеличивает их влажность. В результате ферментации пульпы создаются предпосылки для ферментативных реакций в самих какао-бобах. В семенах какао-бобов происходят биохимические, ферментативные и химические процессы, в результате которых изменяется окраска бобов от белой или фиолетовой до коричневой или коричнево-красной и образуются соединения, обуславливающие последующие образование вкусовых и ароматических веществ. Смягчается горький и терпкий вкус. При ферментации какао-бобы очищаются от плодовой мякоти и в результате действия на зародыш тепла, уксусной кислоты и спирта теряют схожесть. Через какао-веллу с одной стороны происходит проникновение образующихся спирта, уксусной кислоты и тепла внутрь боба, с другой утечка из семядоли разнообразных химических компонентов, которые растворяются в жидкости, проникающей в боб из разжиженной пульпы. Вода участвует в растворении диффузии полифенолов. Этанол и уксусная кислота способствуют этому процессу. Полифенолы, белки, сахара служат основными субстратами для действия ферментов при ферментации. При ферментации проходят следующие процессы. Первое. Снижается содержание фенольных соединений в какао-бобах. Происходит гидролиз антоцианов с образованием арабиноза и галактозы. Более полный гидролиз антоцианов обуславливает хороший аромат. Для гидролиза важны высокие температуры 45-50 градусов Цельсия и определенная концентрация уксусной кислоты 1-2%. Второе. Значительно снижается количество растворимых белков в какао-бобах вследствие взаимодействия полифенолов с белками и образованием нерастворимых белково-фенольных комплексов. Третье. Возрастает содержание растворимого азота в результате протеолиза белка. Количество белка снижается. Постепенно снижается активность ферментов полифенолоксидазы, бета-галактозидазы, протеиназы, амилазы и пероксидазы. Пятое. Сахарозы гидролизуются до инвертного сахара. Шестое. Уменьшается содержание теобраамина и кофеина вследствие их частичного перехода в пульпу. При ферментации какао-бобов не претерпевают изменений крахмал и какао-масла. Какао-бобы, прошедшие ферментацию, подвергают сушке. Во время сушки происходит не только удаление излишней влаги, но и завершение биохимических ферментативных процессов. Поэтому сушка проводится при температуре, не разрушающей сразу все ферменты. При сушке какао-бобов наблюдается снижение содержания фенольных соединений в результате их окисления и конденсации при доступе большого количества воздуха и действия полифенолоксидазы и увеличение содержания нерастворимых фенолов вследствие полимеризации. Сушка какао-бобов способствует дальнейшему улучшению их вкусовых качеств, появлению полноценного аромата и усилению окраски. Оптимальная температура сушки около 40 градусов Цельсия. Бобы сушат на солнце или нагретым воздухом или паром до влажности 6-7%. Вы посмотрели видео, посвященное ферментации какао-бобов. При ферментации происходит 6 типов процессов, которые мы разобрали в видео. За просмотр я благодарю вас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, в нем все уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео. Поддержите автора и канал донатом на карту U-Money, реквизиты вы видите на экране. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.